Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 августа и вот уже, как я говорю, дошла до самых-самых, до редких, до таких томатов, которые у меня не только новинки, но еще и вообще сами по себе редкие томаты. Сейчас хочу рассказать о перцевидном полосатом. Только что рассказывала вот этот вот сорт Трапеза влюбленных, который 215. Сейчас я буду рассказывать о томате перцевидной полосатой. У меня он будет под номером 186 в моем каталоге. Уже сейчас созрели вот это вот у нас средне-поздние сорта, которые начинают не очень рано. Скоро мое томатное рабство закончится, скоро весь урожай я соберу, но пока что еще вот эти спеют, которые не самые ранние. Вот смотрите, перцевидный полосатый, он считается средне-поздним сортом, но его удобно выращивать, что вот про Трапезу влюбленных я говорила, она двухметровая, она занимает очень-очень много места, такая мощный куст. Этот куст, он хоть и не хиленький, он тоже кустносный, мощный, но он детерминатный. Он вот в открытом грунте 70 сантиметров, примерно метр. Плоды собраны кистями, и я вот сейчас, когда снимала, специально посчитала по 8-9 кистей. Вот представьте, как декоративно смотрится, вот так вот прям увешаны по 8-9 плодов в одной кисточке. От 5 до 9 может быть, но это зависит и от того, как они опылились, в каких условиях растет. Но вот у меня по 7-8 вот таких штучек висит в каждой кисти. На кусте может быть 5-6 кистей, вызреть может за сезон. Плодоношение у него длительное. Вот оно сейчас, я первую, вторую обобрала, еще третья и четвертая полностью сформированы, а пятые еще маленькие висят, так что если позволит осень, то они долго будут. Они перцевидной формы, около 15 сантиметров, примерно от 90 до 120 граммов. И когда созревает, цвет становится красный, с золотистыми полосками, как с перламутровым отливом. Смотрите, сначала он вот такой вот, видите, он как вот это вот у нас уже фаза меланжевой зрелости, он начинает еще зреть, но полоски, если вот так зеленые, это значит он еще зеленый. Полоски должны засверкать золотистым цветом, потом, когда он поспеет, он будет вот такой. Видите, как они переливаются прямо на солнце. Так красиво, такой декоративный. И причем он может быть, смотрите, или вот этот золотистый штрих может быть очень-очень, ну как интенсивно, даже больше, чем красного. На этом же кусте висят томаты, которые преобладает красный, а так вот эти желтенькие, так скромненько, чуть-чуть-чуть, тут штрихнет, чуть-чуть, тут штрихнет, видите, почти красный. И это все один и тот же куст, вот я сейчас сняла с одного и того же куста, а здесь вообще золотом все, весь томат покрыт вот этими золотыми. Ну короче, очень красивый томат, очень декоративный. Применение теперь. Так как кожица у него очень плотная, он не растрескивается. И тут уже, как я вам говорила, вы должны вывод сделать, значит он идеален для цельноплодного консервирования. Да, он пишет производитель, я скажу честно, у меня же он всего второй год, в том году у меня было мало, нынче я развела больше, но я в том году не консервировала, ничего не делала, и в этом году еще, естественно, тоже с ним ничего не делала. Но производитель заявляет, и я по своим вот таким ощущениям чувствую, что он ни одного треснутого плода, в отличие от других, это значит, что он и транспортируется хорошо, и хранится хорошо, должен по крайней мере, и подходит идеально для цельноплодного консервирования. На вкус я пробовала, мякоть у него мясистая, такая нежная и сладковатая, значит, можно его и употреблять просто так, и можно для консервирования. Сейчас я вот разрежу один, уберу семенную камеру. Вот смотрите, у него вот эта вот, ну как, толщина вот этой стенки до семенной камеры очень толстая, и если мы разломим, мы увидим, что мякоть у него сахаристая. Не окислит совершенно. Значит, если он, его подождать до зрелости, до такой, ну как, чтобы он вызрел полностью, значит, он для салатов подходит сладкий. Ну вот я вот эти сорвала, они еще тугие. Вот те, которые я сорвала сейчас, в этой фазе, они идеально подойдут для консервирования. Хороший он. Так, сейчас еще разломим, чтобы посмотреть сахаристость и этот пучок белый. Так, ну мякоть сахаристая, видно ее сразу, видите, как на разломе. И сейчас еще пучок посмотрю, волокнистый есть внутри или нет. Обычно у перцевидных, вот у таких, у них белый, этот, немножко. Да, немного есть. Ну это почти в каждом, я вот вам скажу, почти в каждом перцевидном томате, вот эта вот серединочка, немножко волокнистый, вот этот, как, вот. Срединка вот такая. Но так как они еще у меня, вот эти, которые я сорвала, они еще не в фазе полностью зрелости, возможно, она потом все-таки будет прозревать немного. Но сейчас пока что вот это вот есть. Это вот перцевидный полосатый, очень, очень декоративный, очень плотная шкурка, сам очень плотный плод. И, скорее всего, он будет идеальный и для вяления, и для консервирования, для всех вот таких вот заготовок. Все, до свидания.